всем привет добро пожаловать в мой новый влог сегодня у меня такое влоговое настроение как только я проснулась мне захотелось взять руки камеру и поделиться с вами своим сегодняшним днем кратко расскажу чем я занималась эти дни всю неделю в стокольме были приливные дожди была пасмурная погода только сегодня вот появилось солнышком поэтому мы отменили все наши планы куда-то сходить погулять перенесли их на следующей неделе ну естественно мы гуляли рядом с домом ходили в близлежащий торговый центр и самое главное позавчера мы встретились с моей мамочкой с которой мы не виделись практически полгода расскажу почему дело в том что как только началась эта ситуация в мире с коронавирусом мы приняли решение что моя мама будет на самоизоляции и все это время мы только общались по фейстайм спасибо что есть и значит софи все это время скучает по маме быть почему мы не можем с ней увидеть за почему я не могу видеть на ножку я по ней скучаю на на так она называет свою бабушку и позавчера мы решили встретиться увидеться возле дома и погулять на расстоянии это было очень смешно я сняла на видео но мою маму почему-то не хочет чтобы я это видео выкладывала то есть мы гуляли с ней на расстоянии 3-4 метров она была в маске и это было очень смешно суфи все пыталась к ней подойти поближе и мы ее оттягивали нельзя вот ребенок не понимает почему вот мы наконец увидели с мамой ну конечно это не заменяет полноценной встречи когда ты можешь вот прийти к маме я не знаю посидеть за одним столом объяться поцеловаться вот ну дай бог эти времена настанут скоро буквально вчера в шведских новостях сказали что вакцины начали уже использоваться в англии и швеции и начнут применять уже осенью такая очень хорошая новость я надеюсь что скорее наступит мир во всем мире что все люди начнем жить прежней жизнью вот так что такие хорошие новости больше всех конечно соскучилась по своей бабушке софи соскучилась по ее блинчикам бабушкины блинчики они всегда самые вкусные и я и пообещала что как только придем домой и на следующий день я тебе сделаю блинчики так что пойду я делать блинчики но не русские сегодня будут американские панкейки она их тоже очень сильно любит я их очень люблю их легче готовить тема русские блинчики тоже не уступают это же очень вкусные и поделюсь с вами своим рецептом для панкейков нам понадобится мука растопленное сливочное масло сметана куриные яйца соль сахар и разрыхлитель подробнее рецепт я напишу в описании под видео добавляем соль сахар куриные яйца и сметана и все это перемешиваем до образования пузырьков но все пузырьков достаточно можно продолжать делать панкейки к муке добавляем разрыхлитель и просеиваем в нашу смесь все замесила теперь можно добавлять сливочное масло сливочное масло добавили и теперь еще раз быстренько перемешиваем но все можно приступить к жарке панкейков я заранее разогрела свою сковороду на моей плите максимальный нагрев девятка я буду жарить блины на четверочке и так я начну выкладывать тесто на сковороду у меня вот такой небольшой половник вы можете выкладывать тесто столовой ложкой таким образом панкейки будем жарить минуты-полторы прошло меньше минуты как только начинает выступать вот такие пузырьки мы переворачиваем наш панкейк и выкладываем их на тарелку не укладывая друг на друга ну и такой маленький нюанс американские панкейки мы готовим без какого-либо масса на сковороде хочу рассказать небольшую историю вот про эту штучку этой штучки не знаю как она называется которая уже без ручки больше лет чем мне то есть моя мама покупала когда она вышла за ночь за моего папу и в детстве я все время готовилась с ней то есть когда я жарила яички куриные когда что-то готовила я всегда готовилась вот с ней и когда мы переезжали в швеции вы представляете что я с собой забрала я не забрала с собой какие-то фотографии там я не знаю память я взяла вот это и совсем недавно я мужу рассказала об этой истории и он мне сказал почему ты мне раньше об этом не рассказала я говорю а в чем дело так я однажды увидел ее и я подумал зачем ирана держит вот это вот без ручки как бы готовить с ней и хотел выбросить я так на него посмотрела вот так что такая небольшая история ну что вот такие панкейки у нас получились они очень вкусные нежные тает во рту я украшаю панкейки ягодами и сверху поливаю медом вкусно суфи расскажи как твои дела чем ты сегодня будешь заниматься что будешь делать киндер гарден ты скоро в садик пойдешь какая радость софи кто лучше всех радуется расскажи что будешь делать садике что будешь делать садике Там нет фон, Сафуля, там никакой фон, там нет телефонов. Ты хотела там игры играть, в телефоне, да? Всё, моя хорошая. Это? Да. Надо, доча, витаминчики. Ешь, ешь. Мама, у меня витамины. Вот это витамины. Это витамины. Это витамины? Да. Только в таблеточках надо витамины, да? Угу. Давай, ешь. Дед. Суфи, почему ты не очень напить ям? Не буду. Надо, дочь. Дед. Ха-ха-ха. Я буду делать счастливый. Компонентов. Продукция очень эффективная. Здесь доступны цены. Но и самое главное, что эта продукция не вызывает аллергии. Несколько месяцев назад я покупала себе вот этот лосьон. Уже использовала половину. У него очень нежный такой фруктовый запах. Он подходит для сухой кожи. И самое важное, что у него такая нежная структура. Он не липнет к коже. Мне это очень нравится. Также я покупала вот этот крем для рук и два бальзама для губ. Посмотрите, я покупала их на Новый год. Здесь елочки. Насколько он экономный. То есть вот до сих пор живой. Очень хорошо увлажняет губы. Мне прям очень он нравится. Он мне очень подходит. И такой же крем с таким же запахом. Покажу вам, что я купила в этот раз. Я купила для себя вот такой шампунь. Это восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Как раз он мне подходит после всех моих покрасок. Обязательно бальзам. Без него никуда. Также я купила вот этот гель для душа. Посмотрите, он достаточно такой объемный. 400 миллиграмм с запахом лаванды. Очень приятный запах. Крем для рук. С таким летним ромашковым запахом. Очень приятный. И тональный крем. Такой тональный крем. Никогда не покупала тональный крем. И в Раши вот попробуем. Так он выглядит. Ну что, я надеюсь, вам понравился сегодняшний влог. Если вы все еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч в новых влогах. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok